11 том книги «Открытым оком», вопрос номер 2475. Тема «Община». «Как вы видите возможность примирения с теми, кто ушел из вашей общины и стал поносить вашу юрисдикцию и называть ее юридической?» Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. «Очень и очень мало надежды было на то, что они пойдут на примирение. Похоже, что взбесившаяся воля человеческая превозмогла благодать Божию в отношении их, и не было ответа на нашу молитву о них. Но если бы я сказал, что совершенно не верю, то это было бы неверием в свою же молитву Господу о умягчении ожесточившихся. К ним на дом ходили наши сестры и дали им вот этот листок, чтобы они его сами размножили и подписались под каждым, и сами же на перекрестке улиц, где раздавали хурительные листки, раздали и эти». Текст «Опровержение». «Я сожалею, что поддался искушению от дьявола и злобе человеческой, и начал поносить ту общину, где я родился духовно, если такое вообще было со мной, где принял святое крещение от протеерея отца Иакима Лапкина, где я обрел свою спутницу жизни, где с нею венчан, и где Бог нас наградил детьми, ребенком, которые, которые были здесь, здесь же крещены, все тем же священником отцом Иакимом, где мы все причащались». «Но ныне я стал утверждать, что иерархия РПЦЗ есть еретичествующая, епархиальный епископ Евтихий – еретик, и, следовательно, и протеерея отец Иаким – самый настоящий еретик, что РПЦЗ не является истинной Церковью Христовой, телом Иисуса Христа, что она якобы совокупляется с экуменической блудницей Московской Патриархией. Я по глупости своей стал поносить старосту крестозвиженской общины Лапкина Игнатия Тихоновича, утверждая, что в общине православное учение понимается через призму толкования Лапкина Игнатия Тихоновича, что община все более и более превращается в секту под личиной православия с абсолютным авторитетом лидера Лапкина Игнатия Тихоновича и с абсолютным подавлением любого инакомыслия». «Во всем этом искренно раскаиваюсь и прошу простить меня и обещаюсь никогда и нигде ни устно, ни письменно этого не утверждать и не причинять зло людям и не подрывать их авторитет и деловую репутацию». «Даже человек мирный со мною, на которого я полагался, который ел хлеб мой, поднял на меня пету». Книга Премудрости Иисуса, сына Серахова, 6 глава, 9 стих. «И бывает друг, который превращается во врага и откроет сору к поношению твоему». Книга Сераха, 37 глава, 2 стих. «Не есть ли это скорбь до смерти, когда приятель и друг обращаются во врага?»